Сейчас я немного подкрашусь. Поставила камеру на бутылку и с этим средством от кашля штопил. Голь на выдумку хитра. Вот моя косметика. Я только крашу глаза, потому что если я буду весь фейс, то потом долго стирать. Конечно, если весь фейс, то другой эффект. Сейчас я сделаю тише. Для того, чтобы накрасить глаза, я беру основу под пене. Только что себе подстригла щелку. Потому что она так быстро отрастает. Я сама ее стригу себе. Потому что я заканчивала курсу парикмахера. Когда-то. Основа под тенью, чтобы тень не падала. Чтобы целый день держалась. Потому что можно без нее, но... Блин, уже не выдавливается. Много просто не хочется. У меня косметика Мэри Кей. Я купила ее уже, ого, сколько? Полгода назад. Еще до сих пор ее... Ну, короче, дорогая она стоит, но... Долго ей пользуешься. Вот такая вот. Мэри Кей. Основа под тенью. Ну, кисточки набор у меня тоже. С одной серией. Так, дальше я беру вот такую кисточку срезанную. И возьму тень. Лесной орех. И нанесу... Выделю глаз, короче. Вот такой. Короче, не буду показывать, потому что сейчас вывалит. Лесной орех. Да и все. Чуть-чуть сюда такой коричневый. Брошки. Как ореховис. Как ореховисы. Чуть-чуть приподнимаю. Брошь... Чтоб выделить глаз. Краситься может каждый. даже с полузрячими глазами, не хочу сказать полузрепыма, но оно так и есть, ну то понятно, что уже кто видит лучше, тот лучше красится, главное чтобы мне нравилось, так как я и для сюда тоже в первую очередь красу, так, ну что мне сегодня выбрать, наверное выберу зеленый, оттенки зеленого, у меня есть три разных интенсивности оттенки зеленого, сейчас я их найду, так, есть темно-зеленый, средний и совсем светлый, это такой типа мини макияж, чтобы как-то глаза выделить, вот такой лимонный я нанесу в уголок глаза, взяла уже другую кисточку, просто так, кисточка у меня немного не подходящая, надо такой спонжик маленький, но я не знаю, где я его сделала, поэтому крашу чем-нибудь, это лимонный он такой, еле заметный, далее я нанесу зеленый, эмеральд называется, эмеральд, уже такой поярче на серединку, у меня глаза зеленые, поэтому мне подойдет, наношу по всему глазу и тут вместе с этим лимонным, немножко соединяю растушевую, и на второй, поднимаю брови, тогда века хорошо, удобно растягивается, на более молодых глазах этого не надо делать, потому что веки хорошо натянуты, так, и теперь на кончик сюда выделю темно, у меня есть такая палетка осенняя, тут разные такие осенняя тона, и темно-зеленый такой, насыщенный, я выделю уголок глаза, и так хорошо соединю, растушую как-то, чтобы оно более плавным, чтобы не было резких соединений, короче, как уже получается, второй тоже, это трехцветный макияж, можно с любимыми тенями, так, тушь ее так тоже не буду краситься, потому что потом проблемно стирать, оно, кому оно надо, ну, типа так, конечно, если сделать полный макияж, будет красиво, ну, я думаю, и так пойдет, губы я крашу такой еле заметной помазой, сейчас я что-то найду, потому что если красишь ярко глаза, то губы уже можно, можно даже вот просто гигиеническая, чтобы просто блеск, если для фотосессии, тогда, конечно, все ярко окрасить, и губы, и глаза, макияж, если, ну, обычный, не на какой-то праздник, не на вечеринку, то либо глаза яркие, а губы не яркие, либо наоборот, губы яркие, глаза тогда еле накрашены, меня так учили, я вам рассказываю, ну, типа так, такая естественная красота, типа, типа естественная, типа красота, ну, как бы, мне больше так нравится, чем мне накрашены, когда я глаза выделяю, да, вот так вот, сколько там минут прошло, 8-9 минут, а то меня по 10 минут снимает, надо успевать, может камеру куплю когда-нибудь лучше, все, пока-пока, сейчас переоденусь и пойду гулять, куда вам солнышко там, кофеек, кофеек, хорошо, свежий воздух, пока-пока, ясно. Ясно. Продолжение следует...